В Брюсселе завершился саммит НАТО. Дональд Трамп заставил всех поволноваться, но Петр Порошенко переговорами с американским президентом и членами альянса в целом остался доволен. Елена Абрамович, которая следила за событиями в штаб-квартире НАТО, расскажет больше. Отмененные двусторонние встречи, перекроенный график, ультиматумы. Так выглядит саммит НАТО во времена президентства Дональда Трампа. Тут работают полтысячи корреспондентов со всего мира. Самый безумный саммит. Звучит это всюду. Повестку дня Дональд Трамп нарушил сразу после завершения заседания Украина-Грузия-НАТО. Попросил остаться только глав государства альянса и заявил, либо все увеличивают расходы на оборону, либо Америка пойдет своим путем. Успокоился лишь после того, как все отчитались о сроках выполнения. Американский президент требовал того, о чем мы говорили последние месяцы, изменить распределение финансового бремени. И мы четко дали понять, что мы на пути к этому, и это в наших интересах и сделает нас сильнее. Напомню, перед саммитом Дональд Трамп критиковал Германию за строительство газопровода «Северный поток-2». Но после встречи с немецким канцлером уже был менее категоричен. Правда, сегодня снова повторил. Эта тема еще не закрыта. Нам все еще нужно решить, что делать с трубопроводом, потому что он идет из России. Я поднял этот вопрос, и теперь кажется, это самая обсуждаемая тема в мире. Честно говоря, возможно, в будущем у всех будут хорошие отношения с Россией, и у нас станет меньше проблем с этой трубой. Сейчас Путин для него не враг, не друг, заверил Трамп. Дескать еще не очень хорошо знаком с ним. Что касается аннексии Крыма, повторил, ему эта история не нравится. Но это на ответственности президента Обамы, который мог остановить захват полуострова. Что будет с ним дальше, Трамп не знает. Но обещает поднять украинскую тему во время встречи с Путиным в понедельник. Мы также будем говорить об Украине. Представители этой страны сегодня здесь присутствовали, и довольно интересно было послушать, что они рассказывали. Хоть часть двусторонних встреч Трамп отменил, разговор тет-а-тет с украинским президентом состоялся. Это была абсолютно доверливая разговор, и я очень доволен, что в Украине был отданный приоритет. И было абсолютно необходимо, что перед поездкой в Хельсинки нам нужно было поспілкуваться с президентом США. Предстоящую встречу Трампа с Путиным обсудили детально, заверил президент. Он уверен, что Трамп не признает аннексию Крыма. Доволен Петр Порошенко и саммитом в целом. Провел 15 двусторонних встреч. Президента Франции попросил поднять вопрос об освобождении украинских полицзаключенных во время переговоров с Путиным в воскресенье. А на общем заседании Украину снова заверили, что двери Альянса остаются для нее открытыми. Мета моя, как президента Украины, как Верховного Головного Командующего Збройных Сил Украины, это членство в НАТО. Мета моя, чтобы Украина имела перспективу членства, которая была подтверждена на саммите, что и было сделано. Все, кто выступал, выступали 19 лидеров, членов, главы держав и урядов. И все без исключения 19 членов говорили про то, что поддержка Украины должна полагать в том, чтобы прискорить перспективу членства для Украины. Довольными остались все, резюмировал Дональд Трамп. Слова «замечательный» и «прекрасный» в его итоговой речи звучали чаще всего. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Середонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Продолжение следует.